Капитальный ремонт многоквартирных домов. Уже много лет эта тема вызывает у многих россиян, югорчан жаркие дискуссии. Что, как, зачем, почему, куда. Вопросов действительно много, проблем немало. Однако факт остается фактом. Обязанность по капитальному ремонту лежит на нас с вами, собственниках. Таков закон. Поэтому, как бы ни было трудно, нарушать его нельзя. Гостем нашей программы стал генеральный директор Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрей Бойко. В интервью нашему корреспонденту он подробно ответил на самые актуальные вопросы. Андрей Александрович, последнее время собираем износов в Югре на подъеме. Что-то изменилось в этом плане и есть ли не платильщики? На самом деле следует отметить, что платежная дисциплина стала лучше. Ежегодно мы наблюдаем рост платежей, рост собираемости. Конечно, следует отметить, что здесь два фактора. Это первое, то, что сегодня собственники видят, что те взносы на капитальный ремонт, которые они оплачивают, идут непосредственно на их дома. И сегодня уже более 400 тысяч жителей Югры улучшили свои жилищные условия, проживая более чем в трех тысячах многоквартирных домов. Безусловно, этот фактор отразился на платежной дисциплине. Но и, конечно, есть неплательщики. Сегодня это довольно серьезный вопрос. Ведется судебно-претензионная работа с данными неплательщиками. В этой связи даже хотелось бы обратиться к собственникам. В 2021 году проведена большая работа фондом. Это досудебная работа. Собственники, имеющие задолженность более шести месяцев, практически 100%, получили уведомление о задолженности на взносы на капремонт. И поэтому хотелось бы обратиться, чтобы все-таки собственники отнеслись к этому с пониманием. И мы не переходили уже в судебные разбирательства, где у собственника увеличиваются расходы. Это и оплата госпошлины, это и дальнейшее уже взаимодействие со службой судебных приставов. Поэтому обязанность собственника возникла с 2014 года. Поэтому все-таки хотелось бы большего понимания от собственников и своевременной оплаты. Кроме того, сегодня у нас идет информационная, большая информационная работа в этом направлении. Она будет продолжаться и в 2022 году. О необходимости оплаты взносов сегодня на сайте фонда реализована эта возможность. И собственник может в режиме онлайн заказать справку об отсутствии либо о наличии задолженности. Соответственно, может также узнать начисление в целом по дому и какие средства сегодня направлены на конкретный многоквартирный дом. А в следующем, в 2022 году, будет ли повышение взносов на капремонт? С начала реализации программы 2021 год – это первый год, когда был повышен взнос на капитальный ремонт, минимальный размер взноса. В 2021 году было увеличение на 4,1%. Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса энергетики Эхмао-Югры на 2022 год также утвержден минимальный размер взноса. Увеличение составит 5,3%. И также данным приказом утверждены плановые показатели на 2023-2024 годы. К примеру, среднее увеличение взносов на 2022 год – это порядка 60 копеек на квадратный метр. То есть, если взять среднестатистическую квартиру 60 квадратных метров, то в месяц увеличение составит порядка 40 рублей. Во время пандемии, как никогда, актуален вопрос развития дистанционных сервисов. Многие предпочитают рассчитываться онлайн, в том числе и оплачивать счета за капремонт. Какие шаги в этом направлении делает фонд? Сегодня фондам большое значение придается как раз онлайн-сервисам. Опять же скажу, что на сайте фонда реализована функция личный кабинет, где собственник может не только узнать о задолженности, но также в личном кабинете может произвести оплату в режиме онлайн. При этом комиссия за данную оплату не взымается. Также у нас реализовано сегодня мобильное приложение фонда, где собственники могут использовать в качестве оплаты тоже без взымания комиссии. Сегодня у нас банки-партнеры, это банк открытия, СНГБ и Газпромбанк, также принимают оплату без комиссии в онлайн-сервисах банков. Хотелось бы отметить, что у нас ежегодно происходит рост собственников, которые пользуются данными сервисами. И вот если брать мобильное приложение фонда и официальный сайт фонда через личный кабинет, порядка 12% уже собственников производят оплату, именно пользуясь этими услугами. Отмечается рост, ежегодный рост количества собственников, которые пользуются. Сегодня мы стараемся сделать эти онлайн-сервисы максимально удобными для собственников. Пройдя регистрацию, оплата производится буквально в 2-3 шага. Поэтому сегодня эти сервисы есть, мы их продолжаем улучшать, развиваем для удобства собственников. Случается ли такое, что собственников не устраивает выбранный фонд, там подрядчик? И как фонд выбирает подрядные организации? Ну, сегодня, прежде чем подрядная организация может участвовать в аукционах, проводимые фондом в рамках 615-го постановления правительства, подрядная организация должна пройти отбор, который организовывает департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО «Игры». И по результатам этого отбора подрядная организация попадает в реестр квалифицированных подрядных организаций. Соответственно, на этом этапе подрядная организация должна предоставить документы, подтверждающие свою квалификацию, подтвердить о том, что у нее в штате есть сотрудники, которые отвечают всем требованиям, имеют строительное образование. И только после этого, после того, как подрядная организация включена в реестр квалифицированных подрядных организаций, они имеют право участвовать непосредственно в аукционах на проведение проектных работ и строительно-монтажных работах. Не скрою, что есть сегодня подрядные организации, на чью деятельность поступают жалобы собственников, управляющих компаний. Но при этом хотел бы отметить, что управляющая компания по договору с фондом несет гарантийные обязательства в течение пяти лет. Конечно, фондом это все контролируется. При поступлении обращений в фонд мы направляем подрядную организацию уведомления о необходимости, исправить допущенные неточности в работах или нарушения при выполнении работ. И, соответственно, в рамках гарантийных обязательств подрядная организация это все устраняет. Знаю, что в этом году при замене лифтов использовали современные технологии. Расскажите поподробнее о новшествах. В этом году впервые реализуется программа ускоренной замены лифтового оборудования. Здесь не новые технологии, а сам факт того, что в текущем году правительством округа было принято решение и из окружного бюджета было выделено 97 миллионов рублей на финансирование работ по замене лифтового оборудования. При этом госкорпорацией фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства была одобрена заявка округа на компенсацию 50% на возмещение потраченных средств округа по замене именно лифтового оборудования. Соответственно, в рамках данной программы 86 лифтов мы поменяли по ускоренной программе. Эти лифты были перенесены с более позднего периода, перенесены на 2021 год. И 1 декабря мы приняли последний лифт по этой программе. Соответственно, с поставленной задачей мы справились. Все лифты смонтированы своевременно, в срок. Качество приемки этих работ осуществляет также Ростехнадзор, выдавая акт ввода лифта в эксплуатацию. И кроме этого, фондом еще округом была подана заявка в госкорпорацию и одобрена фондом содействия реформирования. Это по замене 11 лифтов по программе факторинга. То есть в этом случае подрядная организация, заключая договор факторинга, выполняя работы, подрядная организация получает 100% финансирования за свои выполненные работы. И уже фонд расчет производит именно с фактором в течение трех лет, но при этом проценты, которые начисляет банк за пользование средствами, возмещаются за счет федерального бюджета. То есть здесь получается, что подрядная организация получает расчет сразу, фонд рассчитывается в течение трех лет, то есть, можно сказать, беспроцентная рассрочка. Данный один из лифтов у нас срок ввода в эксплуатацию, это 1 апреля 2022 года. До конца текущего года работы также приняты, то есть подрядная организация произвела уже закуп этих оборудований, лифтового оборудования. Соответственно, мы также все сдадим в сроки, программа будет реализована, выполнена. А как собственники могут контролировать выполнение работ по капремонту? И много ли в округе домов, которые перешли на специальные счета и самостоятельно занимаются вопросами капремонта? Сегодня собственники могут контролировать работы не только на момент сдачи работ, когда подрядная организация завершила, но также и в ходе проведения этих работ. То есть во все комиссии по приемке работ включен представитель собственника. Это либо старший по дому, либо это совет дома. Соответственно, прямое участие собственники принимают в приемке работы, в ходе проведения работ. В случае, если в период проведения работы у собственника есть какие-то замечания, предложения, либо к подрядной организации, либо по составу работ, собственник может обратиться в фонд, фонд оперативно реагирует на эти обращения. И, соответственно, мы, в случае, если это какие-то замечания по работам, фонд подключается к этому вопросу с управляющими компаниями совместно, и, соответственно, подрядная организация в свое время должна устранить эти замечания. И также, конечно, при приемке работ собственники участвуют в приемке непосредственно и расписываются в акте принятых работ. Что касается специальных счетов, то если на момент формирования программы с 2014 года порядка 2% многоквартирных домов были на специальном счете. На самом деле это очень удобно для собственников, когда, если новый дом, если это большой дом, у конструктивных элементов период проведения капитального ремонта еще не настал, соответственно, у собственников есть время, чтобы успеть накопить на специальном счете. Соответственно, собственники на общем собрании примут решение о необходимости ремонта тех или иных конструктивных элементов. Могут собственники, опять же, на общем собрании принять год проведения капитального ремонта раньше, позже. Это, конечно, здесь принимают участие управляющие компании, так как они обслуживают дома и они более осведомлены о тех или иных конструктивных элементах, которые требуют ремонта. И вот эти все показатели, сегодня 338 многоквартирных домов, это уже выбрали специальный счет, и это уже более 5% сегодня многоквартирные дома именно формируют фонды капремонта на специальном счете. Некоторые югорчане жалуются, что не могут дозвониться на горячую линию. Можете прояснить ситуацию? Действительно, на горячую линию фонда поступает очень много звонков. Так, за 2020 год поступило более 59 тысяч звонков, в этом году более 51 тысячи звонков поступило. Конечно, в фонд поступают обращения о невозможности в какой-то период дозвониться на горячую линию. Мы провели анализ, и это такие пиковые показатели, когда в начале месяца поступают платежки собственникам, и у собственника возникают вопросы по начислениям взносов, по наличию задолженности. И это вот такие пиковые периоды, когда действительно может быть линия перегружена. Но при этом хотелось бы обратить внимание, что собственник может обратиться на официальную почту инфособака.капремонт.югра.ру с запросом. Можно в личном кабинете, на сайте фонда. Можно также оставить обращение, которое будет отработано своевременно сотрудниками фонда, и собственник получит ответ. И последний вопрос, Андрей Александрович, чего пожелаете нашим зрителям в Новом году? Ну, в первую очередь хотелось бы пожелать, чтобы югорчане наши дорогие берегли свое здоровье, берегли здоровье близких, чтобы их окружали любящие люди, уюта и тепла в их домах, в их сердцах, в их семьях. С наступающим их Новым годом! Спасибо, Андрей Александрович! Спасибо за диалог и вас с наступающими праздниками! Успехов в работе! Спасибо!